Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня у нас с вами долгожданное ароматное видео, которое посвящено парфюмам этой осени. Если вам интересно, на какой аромат обратить внимание в этом сезоне, оставайтесь со мной и смотрите до конца. Даже можно не уходить? Ну что, зи... М-м-м-миндальное малышко, уделяйте. Если этой осенью вы хотите влюбиться без остатка, советую пофлиртовать вам с этим известным творением Givenchy L'Enterdi, что в переводе с французского означает «запрет». Может, посмотрите на эту прекрасную малышку? Мы бы описали этот аромат как запрет на все скучное и однообразное. И таки-то, коктейли с теплого белого жасмина, громкой туберозы, дольки, груши и пары виноградин, как нельзя, кстати, описывать то роковое влечение, которое так хочется испытывать к ароматам этой осени. Даже можно не уходить? L'Enterdi — это аромат с отменной стойкостью, которой так не хватает в осенние холода. Вихри листьев и других предметов, полиэтиленовых пакетов, которые летают над нашими головами по утрам, он переливается всеми гранями женских эмоций. От чувства вины, скованности до смелости быть собой и дерзкой сексуальности. Я по-своему люблю ароматы сержа лютанца, поэтому я не могла не включить, и еще тот человек, который принес этот флакон, этот аромат в наш сегодняшний парфюмерный топ. Datura Noir, читай по-русски, «Черный дурман» — это аромат для тех, кто так хочет, чтобы лето не кончалось. Он такой медовый, теплый, вкусный медик. Только представьте, раскаленный песок, ваши стопы нежно наскают океан. Миндальное молочко на теле оставило после себя легкий ароматный шлейф. Волосы развиваются в соленом бризе, и тут вы вспоминаете, что обедать будете фруктами и кокосом. После захода солнца вы возвращаетесь на свою летнюю террасу, где на столе волните прохлады лежат абрикосы с миндалем. Жиз, захотелось. Datura Noir невероятно гурманский, глубокий. У всех ароматов сержа лютанца своя история, и эта композиция из «Головы до пят» посвящена уходящему лету. Пришельцем Мюглера я советую попробовать тем, кто не любит острые, ликерные, табачные, такие типично тяжелые осенние ароматы. Это скорее история о том, насколько красивыми могут быть. Цитрусовый. Здесь сливочный мандарин правит бал на пару с марокканским жасмином, который звучит здесь как раз-таки как пришелец, но в хорошем смысле этого слова. Этот аромат такой звонкий, интригующий. Жасмин абсолютно не звучит скучно или плоско, наоборот. Цитрусовый преподносит его как что-то очень совершенное, делая этот парфюм настоящим произведением современного парфюмерного искусства. Что-то с чем-то. Он также идеально подойдет для тех, кто жаждет продлить теплые летние деньки и настоящий пришелец, о котором невозможно забыть. Ярче ароматов могут быть только их названия. «Леди Месть» от «Жулет Хезеган» — это дерзкий коктейль из колючей розы, пачули и мускуса. Мускус у «Леди Месть» мягкий, пудровый. Он словно облако обволакивает силуэт своей избранницы. Очень интимный, я бы даже сказала. Это один из тех ароматов, который в течение дня очень красиво и постепенно раскрывается. Он то с головой до ног накрывает вас волной, то спокойно замирает у вас на плече, то шепчет вам любовные признания на ухо. В общем, если вы хотите окунуться в мир прохладного аромата, вы знаете, к какой леди вам обратиться, потому что «Месть» — это блюдо, которое подают холодным. Один из моих любимых ароматов нашего бьюти-редактора Марины — это «Алая». Он у меня на 100% ассоциируется только с ней. Он настолько красив и необычен, что сначала даже теряешься, как простыми словами описать его свойства. «Алая» несет в этот мир тандем из противоположностей. Он и нежный, и грубый, и холодный, и горячий, одновременно женский и мужской. Я думаю, всему виной сочетание таких разных компонентов — грубой кожи и нежной фиалки, горного чистого воздуха и пудрового мускуса. Это реально очень интересное сочетание. Кстати, на блотере очень ощущается именно кожа. Очень круто. Реально, реально кожа. Эта композиция будет очень удачно играть в ваших волосах. Ей сложно успокоиться на коже, ведь она создана для того, чтобы волновать, 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 но никак не волноваться. И на десерт «Черный опиум в бессонную ночь» от Ива Сен-Лорана. Вообще, настолько потрясающе красивый флакон. Не знаю, прямо хочется просто положить его под подушку, как свой прекрасный парфюмерный талисман. В общем, если вы меня спросите, есть ли более подходящий аромат на осень из люксовых, я вам скажу — нет. Кофейный, карамельный, ванильный и как результат очень и очень сладкий. Кажется, что я описываю новый десерт в местной кондитерке, но никак не аромат. Новый опиум, кстати, более сливочный, в отличие от классической версии, поэтому если первый опиум вас душил, обратите внимание на более мягкую версию. Новый опиум близко сидит на коже и очень по-гурмански зазывает свои кофейные объятия. И, конечно, мимо такого шедевра никто не пройдет. То есть, если он будет на вас, и мимо вас точно никто не пройдет. Ну что, есть здесь истинные любители кофе? Мы нашли для вас настоящую отдушину этой осени. Прекрасно. Если это видео вам понравилось, а я очень надеюсь, что оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал Parfums и ставьте палец вверх под этим видео. А в комментариях пишите, какой аромат у вас в фаворитах этой осенью. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Всех целую и пока-пока.